МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2017-й на события не скупился. Мы разбирались в причинах провальной путины, публично обсудили бюджетные возможности казны на будущий год, в очередной раз приветствовали на красной дорожке звезд Сахалинского края света и следили за громким делом Александра Хорошавина. Все это касалось нас, жителей Сахалина и Курил. И сегодня, в последний день года, 31 декабря, пришло время подводить итоги. Меня зовут Сергей Ким. Здравствуйте. И мы начинаем. 2017-й можно назвать годом противоречивых прогнозов. О бюджете говорили много. Все же главную направленность, социальную, финансовый документ региона сохранил. Немецкий философ как-то сказал, что все познается в сравнении. Чем Сахалин отличился от других регионов Дальнего Востока, расскажу вам я, Евгений Коньков. События, которые удивляли, радовали, вгоняли в печаль, а порой и веселили. Новости, которые мы обсуждали на работе, в семейном кругу и в социальных сетях. Символ уходящего года огненный петух, что называется, поддал жару. У вас сгорания были лесные, бытовые и даже мистические. Экстремальный топ-10 для вас подготовила я, Анастасия Носкова. Новый год и Рождество. Время дарить подарки. Торговые центры и ярмарочные ряды переполнены даже в последний день года, 31 декабря. И хотя предновогодний хлопоты называют приятными, далеко не все знают, какие уловки для нас подготовили продавцы. И какие подарки в тренде наступающего 2018 года. Посмотрите мой репортаж. Меня зовут Юлия Королева. Огненный петух уступает место желтой земляной собаке. Это животное не терпит статичности и поддельных чувств. Принимает за чистую монету только открытость и искренность в делах и отношениях. Что нужно сделать, чтобы собакой не была кусача, а стала настоящим другом человека? Я, Мария Рябова, дам вам дельные советы. Сбалансированность и социальная направленность. Так можно охарактеризовать бюджетную политику уходящего года. Несмотря на трудности, экономика островов развивается. Область занимает первые места на Дальнем Востоке по строительству жилья и дорог, темпам благоустройства и развитию сельского хозяйства. Причем при самом низком уровне безработицы. И это вовсе не громкие слова, а реальные факты, которые, как известно, вещь упрямая. О том, что удалось и не очень. Мой коллега Евгений Коньков. Несмотря на падение доходов от добычи углеводородов, Сахалинская область уверенно смотрит в будущий год. Об этом свидетельствует недавнее признание специалистами Всемирного банка, что регион является одним из лидеров по инициативному бюджетированию в России. И это при том, что проект стал внедряться только в этом году. За такой небольшой срок уже реализовано 15 проектов в Углегорском районе и Южно-Сахалинске. Они получили поддержку жителей, которые голосовали с сердцем на общих собраниях. Областные власти выделили финансирование. До трех миллионов рублей на каждый. Но это не единственная позиция, по которой лидирует Сахалинская область среди своих макрорегиональных соседей. Острова первые по строительству жилья и дорог, развитию сельского хозяйства и темпам благоустройства. Растет промышленное производство. Что радует особенно самая маленькая безработица в самом большом федеральном округе страны. Постепенно увеличивается рождаемость и продолжительность жизни людей. Не обошлось и без провалов. Путина 2017 – главное разочарование уходящего года. Вылов лосося составил чуть более 60% от запланированного объема. Мрачную картину в целом разбавляет лучик света в виде северных курил, где рыбаки даже перевыполнили нормы. Не виданных ранее масштабов достигло в этом году благоустройство населенных пунктов. Только в областном центре появилось 120 новых фасадов. В два раза больше, чем в 2016-м. За сезон в Южно-Сахалинске благоустроено около 80 дворов и более сотни многоэтажек получили новые кровли. Но самое главное, несмотря на изменения в российском законодательстве, из-за которого область потеряла миллиарды рублей, бюджет региона остается социально направленным. Более того, введены новые меры поддержки. Эта выплата за первенца более полутора сотен тысяч рублей. Что касается выпавших из бюджета средств, после переговоров областного правительства с федеральными коллегами, 17 миллиардов вернутся обратно в виде федеральных субсидий под социальные и экономические проекты. Евгений Коньков, телекомпания ОТВ. А теперь о том, как жить будем дальше. Сейчас речь пойдет о нововведениях, которые нас ожидают буквально с первых часов Нового года. В двух словах можно выразиться так. Больше налогов и меньше бумаг. Любителям отдохнуть на просторах отечества теперь придется раскошелиться на курортный сбор. Зато вступает в силу закон о телемедицине. Поправить свое здоровье можно будет, не выходя из дома. Багаж юридических знаний, который просто необходимо взять с собой в 2018-й, для вас собрал Сергей Суханов. Изменения в 2018 году сразу почувствуют отмечающие новогодние праздники в теплых краях. В России вводят курортный сбор. Налог на туризм появится в Крыму, на Алтае, в Краснодаре и Ставрополье. Пока проект запущен экспериментально. Собирать будут по 50-100 рублей в день. Иностранцы, кстати, часть денег, потраченных в наших краях, смогут вернуть. С 2018 года в России заработает система Tax-Free, хорошо знакомая всем, кто отдыхает за границей. Отдохнул? Подлечись. Тем более, что с нового года это можно будет сделать, не выходя из дома. Закон о телемедицине, вступающий в силу с января, позволит врачам оказывать услуги удаленно. Через интернет можно будет получить консультацию, рецепт на лекарства и, например, продлить больничный. Слушайте меня внимательно. Кстати, и рецепты, и листки нетрудоспособности будут в электронном виде. Больничный не надо будет даже приносить на работу. Работодатель сможет получить его через интернет. Не нужно будет иметь в автомобиле и полис ОСАГО. Его также можно будет получить в электронном виде. Такая услуга появилась еще в 2016-м. Но законодательно было установлено, что водитель все равно должен распечатывать страховой документ. Мы электронный полис, мы распечатываем на принтере, едем в страховую компанию, заверяем в чате. Все, вопросов нет. С нового года такая необходимость отпадает. С июля виртуальными станут и ПТС автомобиля. Заработает с января и еще одна интернет-система – ЭРО ГЛОНАСС. Ее самый удобный плюс – возможность оформить ДТП по Европротоколу, не рисуя схемы, а просто нажав на кнопку. Компьютер сам запишет необходимую информацию. Поможет она и при серьезных авариях. В случае аварии автоматически или вручную терминал, установленный в машине, посылает специальный сигнал оператору. Одновременно передаются координаты места происшествия, вычисляемые с помощью ГЛОНАСС. А в чем-то жизнь водителей усложнится. С марта при остановке вне населенных пунктов ночью автовладелец будет обязан надевать светоотражающую куртку или жилет. Увеличатся и штрафы. Например, за отказ пропустить пешехода нужно будет раскошелиться на 3 тысячи рублей. А за нарушение правил тонировки на полторы тысячи за первый просчет и до пяти за повторный. За многократное нарушение можно будет даже лишиться прав. Усилится контроль из-за частной жизни у граждан. Помимо действующего запрета на интернет-анонимайзеры, вводится обязательная привязка программ обмена сообщениями к номеру телефона. Ужесточается и ответственность за продажу сим-карт без паспорта. Нелегальных продавцов ждут огромные штрафы. Уходящий год был богат на самые разные события. К сожалению, далеко не все из них положительные. Происшествия на воде, трогательные спасения животных и людей, линчевание ведьмы и пожары. Словно эпидемия пришла на остров нелепая мода гулять по городу ногишом. Все эти события широко обсуждались и вызвали большой зрительский интерес. А потому моя коллега Анастасия Носкова отсмотрела видеоархив ОТВ за минувший год и составила топ-10 самых запоминающихся ЧП. В начале февраля, символ уходящего года, огненный петух решил забрать себе в жертву больше 30 тысяч перепелов. Пожар случился в селе Троицком Анисского района, лишив хозяйства всего маточного стада. Более пяти лет это здесь работало все всегда в таком режиме. Здесь и люди, которые наблюдали за этим. Так как позавчера был очень сильный ветер, и как это все так моментально вспыхнуло, для меня загадки. Опытные птицеводы знают, что перепела и куры не дружат. Тонкие ножки младших пернатых напоминают старшим червяков, и они их клюют. Но строптивый огненный петух не смог выбить почву из-под ног опытного фермера. Уже к лету он восстановил и приумножил поголовье. Больше двух сотен человек вступили в борьбу с лесными пожарами в Ахинском районе. В конце июля площадь, объятая дымом и пламенем, составляла больше трех тысяч гектаров. Лето для северного района выдалось жарким днем. Столбик термометра редко опускался ниже 30. Постоянный ветер только усиливал проблему. Причиной беды назвали сухие грозы. Ситуация разрядилась с наступлением циклона. Жители этих домов тоже чем-то не угодили символу года. У них горели крыши. В Углегорске несчастье случилось на улице Победы 140, недалеко от центральной площади. Людей пришлось эвакуировать. Причина – короткое замыкание. К счастью, никто из людей не пострадал. Низкий поклон, конечно, надо спасателям, которые приехали на разборку. Прям вообще мы стояли в оцеплении, они тут занимались. В пределах двух часов крыша уже была разобрана. А в этой истории мистический петух, видимо, оказал свое влияние на соседей Варвары Гинатулиной из Мирныховского села Победино. Земляки заподозрили ее в колдовстве. Это стало причиной людской ненависти и, предположительно, поджога. Имущество пострадавших спасти не удалось. Девушка с ребенком переехала жить к своей маме. Проснулась от того, что гавкает собака, и проснулась шифер трещит. Все, ребенка я быстренько отвела к сестре, и все, вызвала пожарных. Водная стихия в минувшем году забрала сотни жизней, как летом, так и зимой. Но на шестую строчку своего рейтинга происшествия мы поместили спасение 8 июля. В районе Масавеликан на море на саббордах унесло мужчину и женщину. Ни рыбаки, которые работали поблизости, ни дежурные инспекторы ГИМС помочь им не смогли. На спасательную операцию отправился вертолет Ми-8. Все завершилось благополучно. Спасение на озере Малый Чебесан замыкает первую пятерку нашего рейтинга. Эти ребята сейчас не разлей вода. Во многом этому способствовала смелость товарищей, которые бросились на выручку утопающему другу. Он провалился в воду через дыру в дряхлом пирсе. Прибежали на речку вниз, а там Кирилл кричит. Он там упал в воду, а мы прыгнули в воду и спасли его. В год огненного петуха было жарко даже зимой. Ноябрь и декабрь 17-го запомнился сахалинцам голыми флешмобами. Молодые люди разминались, бегали и просто прогуливались голышом при 20-ти градусном морозе. Очевидцы только недоумевают, откуда взялась такая мода. Среди версий употребления наркотиков, спланированные флешмобы или игры на спор. 12 сентября в Южно-Сахалинске произошла массовая телефонная атака. Злоумышленники сообщали о заминировании крупных торговых центров и зданий органов власти. Кстати, волна телефонного терроризма затронула 75 регионов страны. Известный сахалинский приют «Пес и кот» в уходящем году остался без руководителя. Бессменный опекун четвероногих умер 31 октября. Десятки животных остались без попечителя. Но неравнодушные волонтеры и общественные организации вовремя взяли на себя ответственность. Большой резонанс среди зоозащитников вызвала история с запертыми в гараже собаками. Произошла она в Холмске. Люди сначала подкармливали животных, спасая их от голодной смерти, а потом просто выломали двери и выпустили пленников на волю. К слову, напомнить людям об ответственности за тех, кого приручили, решили депутаты Государственной Думы. Под занавес года они все же приняли закон, защищающий братьев наших меньших. Сегодня завершается год экологии в России. Последние 12 месяцев в различных регионах страны активно обсуждались проблемы обращения с отходами, переход на безвредные технологии и, конечно же, экопросвещение. Словно по иронии судьбы, именно в год экологии ушел из жизни лидер и основатель детского движения «Родник» Михаил Зацарины. Делу своей жизни он отдал более 30 лет. Таковы реалии. Между тем, масштабных проектов на островах было реализовано немало, а о главных зеленых событиях напомнит Мария Рябова. Экологи и общественные организации, инициативные жители и крупные корпорации. В год экологии на Сахалине включились сотни тысяч островитян. Вектор 12 зеленым месяцем задал еще в конце 2016 глава государства. Природно-ресурсный потенциал нашей страны имеет огромное значение для всей планеты. Потому важно направить все усилия на его сохранение. Это был насыщенный экологическими событиями и мероприятиями год. Здесь нужно сказать, что еще в декабре 2016 года был разработан и распоряжением правительства Сахалинской области утвержден план мероприятий по проведению года экологии в Сахалинской области. Сделать легкие жители и воздух чище. Долгие 20 лет островная столица входила в список городов с наиболее загрязненной атмосферой. Отравляют воздух в большей мере авто. Однако за пять лет индекс загрязнения снизился на более чем 40%. Этот гигантский шаг к зеленому будущему позволил областному центру в 2015 году выйти из списка городов с плохим качеством воздуха. Экологичность и экономия легли в основу внедрения на территории островного региона природного газа в качестве моторного топлива. Сейчас городские маршруты обслуживает уже 40 автобусов на голубом газу и 6 единиц спецтехники. Еще более 80 машин на метане передвигаются по городским улицам. По экологии она намного... потому что газ, он экологически чистый. Бензин, естественно, выхлоп. Потому что вот даже вот взять простой пример. Утром, когда выходишь на улицу, какой стоит смог? Если будет больше машин газовых, то возможно что-то и улучшится в экологии. Зеленое просвещение – тема тонкая и очень актуальная в современном мире потребителей. Экологическому воспитанию в этом году уделено большое внимание. 100 тысяч островитян участвовали в экологических субботниках и акциях. Одним из лидеров экопросвещения в регионе долгие годы остается центр «Родник» и одноименный стационарный палаточный лагерь. В этом году они вновь встретились в уединении леса и тишине озера Бусе. Но для экологов этот год заканчивается с горечью в сердце. В 2017-м не стал одного из основателей – Михаила Зацаринова. Но дело всей его жизни продолжают его дорогие родниковцы. Это был очень могучий человек, я скажу так. Очень светлый, очень добрый и очень сильный. Много было очень веселого и интересного. Даже не знаю, с чего рассказать. Это была самая незабываемая экспедиция на озеро Байкал. Сахалинская область – край богатый на биоресурсы и полезные ископаемые. И оттого более уязвимый. А потому сохранение баланса между экономикой и биоразнообразием должно неукоснительно соблюдаться. За 12 лет выросло на 50% число серых китов. Сегодня в Сахалинской акватории насчитывают 274 особи этого гигантского зверя. Помощь морским животным остается приоритетной в нашем регионе, окруженном морями. Год экологии завершится через считанные часы. Но на этом борьба за сохранение окружающей среды не остановится. Мария Рябова, Телекам Панетова. Золото, серебро, бронза – настоящий звездопад медалей всех достоинств. 322 награды привезли на остров сахалинские спортсмены со всероссийских, международных и дальневосточных соревнований. Сахалинские танцоры Евгений Мошенин и Дана Спицына покорили паркет в Майами. А Георгий Боровиков, воспитанник отделения Тхекпандо спортшколы «Спартак», привез серебро из Египта. Вот благодаря этим и многим другим ребятам о Сахалине знают далеко за его пределами. Спортивный год подытожил наш обозреватель Игорь Антипов. Ими гордится вся Сахалинская область. Танцоры Евгений Мошенин и Дана Спицына блистали в этом году на турнире серии World Open в Майами. Затем в жизни талантливых воспитанников клуба «Данс Класс» наступила международная серия «Гранд Слэм». Наши мастера спорта международного класса были одними из лидеров. После финальной части в мировом рейтинге сумели закрепиться на четвертой позиции. Показал себе ярко и островной тхекпандист Георгий Боровиков. Воспитанник сенсеев Сергея Лима, Надежды Сон и Дениса Кима привез серебро из Египта. Случилось это важное событие на перенстве мира среди кадетов. Не хватило времени и везения, может быть, даже чуть-чуть. Это первая медаль на международном уровне. Для Сахалина, для нашего региона, огромный толчок. Марку держит и областная школа по восточным единоборствам. Каратисты стиля «Сетакан» завоевали одно золото и пять третьих мест на молодежном Кубке мира в Хорватии. Высшая награда досталась подопечному тренера Анастасии Ким Константину Какавурову. Парень выступал уверенно среди юношей в весе свыше 55 килограммов. Только на международных турнирах Сахалин завоевал 13 медалей всех достоинств. На всероссийских соревнованиях у нас 108 наград. Рекорд установлен на Дальнем Востоке. В активе островитян 78 золотых, 57 серебряных и 66 бронзовых медалей. По итогам прошлого года, допустим, с точки зрения участия, включения и кандидатов в сборную Российской Федерации, у нас было всего 26 человек. То по итогам этого года уже 57. То есть двукратное увеличение. На рост личных и командных результатов влияет не только отличный тренерский состав, но и сопутствующая инфраструктура. Так в этом году в Южно-Скалинске открыли стадион «Космос». Возвели в городе и его планировочных районах три крытых зала. Совсем скоро сдадут современное здание входной группы горнолыжного комплекса «Горный воздух». А в Паранайске и Южно-Курильске введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами. В Тамари – центр зимних видов спорта. За два последних года за счет средств областного бюджета построено 50 спортобъектов. Богатым на события обещает быть и 2018 год. Среди привычных Кубка Азии по горнолыжному спорту и триатлона главным событием все же является предстоящая зимняя Олимпиада в Корее. Одним из ее участников может стать и Сахалинец – летающий лыжник из областной школы зимних видов спорта Александр Баженов. Сегодня претендент на заветную путевку продолжает подготовку в составе национальной сборной. Принимает участие в континентальных Кубках мира. Судьба участия нашего земляка в Олимпийских играх решится в январе. Игорь Антипов, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. Подарочный бум в эти дни традиционно захватывает в свой плен практически всех жителей земли. В очередь за подарками встают даже самые скептически настроенные к праздничному буму горожане. Витрины магазинов пестрят гирляндами и призывными табличками с вожделенными словами «Акция и распродажа». Но стоит ли доверять щедрости работников прилавков или это всего лишь маркетинговый ход? Ответы на эти вопросы искали наши корреспонденты. Полки магазинов переполнены товарами на любой вкус. Выбор ограничивается только фантазией покупателя. Собака – символ приходящего года во всех его проявлениях. От приятных безделушек до необходимых в быту предметов. По соседству – игрушки и карнавальные костюмы. Здесь в ход идут герои популярных мультфильмов и компьютерных игр. К витринам с новогодними подарками покупателей притягивает разнообразие выбора и приятное слово – скидка. Охота за которыми порой превращается в настоящий квест. «Если вы идете в магазин и просто вот все, раскрыв глаза, набираете неизвестно что, то видя волшебное слово – скидка. Такие люди заметны в магазинах, они, как правило, находятся в состоянии легкого транса. То есть у них заторможенный взгляд, хаотичные движения, они погружены вглубь себя». Новый год – праздник затратный и адекватная тяга к экономии у покупателей оправдана. Однако за желанием найти более привлекательное предложение не стоит без раздумий рваться к огромным скидкам. Бывает, что снижение цены в два, а то и в три раза говорит о накрученной стоимости товара. Оптимальная экономия, при которой продавец не останется в накладе, а покупателя не обманут – 15-20%. Что касается крупных сетевых магазинов, сумма честной скидки порой доходит до 30%. И цена едва превышает себестоимость товара. «Предприниматели многие идут себе немножко в убыток, чтобы как можно больше привлечь покупателей. То есть они идут на большие скидки и зарабатывают за счет потока». Удержаться от необдуманных трат поможет заранее составленный список покупок. К тому же психологи советуют не приходить в магазин на голодный желудок. Большей популярностью, как обычно, пользуются милые безделушки. Традиционно в тренде символ приходящего года. Также нередко новогодним подарком становятся теплые свитеры с новогодней тематикой, шарфы или вязаные носки. А вот презенты для близких люди стараются выбирать с особым трепетом. «Ищем что посимпатичнее. Ну и полезность, конечно, чтобы была какая-нибудь». «Если живешь с близкими и родными, то интересный выбор их знаешь». «Я стараюсь узнать, что они бы хотели получить. Либо что-нибудь от сердца». Максимальное снижение цен приходится на конец декабря. Но к этому моменту выбор значительно сужается. Отдать предпочтение экономии или широкому ассортименту – решать вам. Формулы идеального подарка, к сожалению, не существуют. Поэтому в погоне за лучшим вариантом помните. Главное – внимание. Выбирайте подарки с любовью. Юлия Королева, Андрей Андросов, телекомпания ОТВ. По восточному гороскопу 2018 год принадлежит хвостатым четвероногим. Красный огненный петух готовится уступить место желтой земляной собаке. Астрологи уверены, что это лучшее время для идеалистов и больших мечтателей. Какими будут следующие 12 месяцев и как сделать так, чтобы хозяйка этого года радостно взвизгивая дала себя потрепать за ушко. В нашей редакции никто так не любит животных, как Мария Рябова. Про гукареков напоследок через несколько часов права на следующие 12 месяцев огненный петух передаст щенячьи радости, искренности и верности собаке. Этот год обещает быть радостным, сумасшедшим, но все будет четко и справедливо, уверяют астрологи. В поисках идеального символа 2017-го мы отправились к любящим хозяевам рыжих четвероногих. Шпиц Пандора словно рыжая белочка. Характером обладает покладистым и во всем слушает свою юную хозяйку. Она добрая, хорошая, веселая. Шпиц на Сахарине порода распространенная, чего не скажешь, о Вэльш Корге. Вуки – представитель древнейшей пастушьей собаки, маленький ураган. Потоками радости и безумия сносит все вокруг. Полное имя миниатюрной овчарки – Вуки Баунти Хантер. Но хозяева зовут Крошку Корге, еще и Булкой. Изящная лисичка появилась в семье Надежды Львовой год назад и совершенно изменила все вокруг себя. И дело не только в десятке сгрызенных вещей. Крошка Коржик активно переводит на свою социально активную сторону интроверта Шерлока. Бородатый пес такой на Сахалине один. Идеально подходит под статус символа Нового года. Это жесткошерстная кроличья такса, окрас близок к желтому, порода норная, стопроцентное попадание. Если вторая собака у нас прям такой поэт-меланхолик, может смотреть в окно, там прям на снежинке любовать, то этот просто, вот как на картинке про Корги рисует, там комок мяса, у которого торчит язык, и такой, я Корги. Вот это про него. По легенде, верхом на щенках Корги разъезжали феи. И с тех самых пор можно разглядеть на каждой собаке очертания миниатюрного седла, а на мордочке следы от уздечки. В России первые представители этой породы появились лишь в 1994 году. А на Сахалине сейчас их всего около 20. Коржиков зовут породы английской королевы. Первый пёс появился при дворе в 1933 году прошлого столетия. Именно Елизавете II обязаны мохнатые четвероногие своей популярностью. И если верить малышу Вуки, следующий год обещает быть безудержно весёлым и очень доброжелательным, но лишь к тем, кто чист душой и открыт миру. Ну а я в следующем, в 2018-м, планирую осуществить свою личную мечту и обзавестись таким же очаровательным, неподражаемым и ураганным Вуки. Но для этого я планирую обратиться напрямую к самой главной заводчице породы Вэльш Корги в мире. Итак, письмо, которое я написала, отправляется в Лондон, в Вукингемский дворец. Надеюсь, оно всё-таки дойдёт до такой далёкой Англии. Мария Рябова, Евгений Ахмадеев, Телекампанётово. Таким уходящие 2017-е увидели репортеры областного телевидения. Мы увидимся уже в новом году. Пускай он принесёт нам только хорошие новости, о которых вы всегда узнаете из выпусков программы «Центр внимания». Всего вам самого хорошего. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова